Добро пожаловать на канал Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о XRP. Так, по насмяк считают, что XRP – это одна из немногих криптовалют, решает реальные проблемы во многих отраслях и меняет всю мировую финансовую систему. Это в отличие от 99% криптовалют, которые сосредоточены исключительно на спекуляциях и фальшивой шумихе, XRP используется для улучшения жизни людей. Если вы хотите быстро и выгодно купить или продать криптовалюту, то советую вам изучить мониторинг обмена криптовалют курсов. Данный мониторинг предлагает лучшие курсы от надежных и проверенных обменников. Вы можете купить и продать криптовалюту за разный фиат, а также на сайте Большой Выбор электронных кошельков и криптовалют. И, например, вы хотите купить криптовалюту XRP, пока он сильно не взлетел. Например, за Kiwi. Выбираем в левой колонке Kiwi, а в правой выбираем криптовалюту XRP и далее выбираем обменник с выгодным курсом. Также учитывайте, на какую сумму вы готовы купить криптовалюту. И обратите внимание на минимальную и максимальную сумму, на которую можно купить криптовалюту на каждом обменнике. А также резерв той криптовалюты, которую вы хотите купить. И, конечно же, не забываем смотреть отзывы людей, которые уже совершали обмены. Еще на данном мониторинге очень удобно можно смотреть индекс страха и жадности, посмотрев на который можно понять настроение на рынке. И, как правило, лучшие выгодные покупки криптовалют бывают именно на страхе и панике. В то же время, когда на рынке царит эйфория, то следует задуматься над фиксацией прибыли. Ссылка на мониторинг обменников курсов, а также на Телеграм-бот в описании к видео. Также я хочу поговорить об интереснейшем документе, в котором говорится, что в первом полугодии 2018 года Новосибирская инновационная лаборатория Банка России провела исследование по проверке возможности трансграничных расчетов с использованием платформы Ripple. Если мы посмотрим документы, то мы увидим Международную научно-практическую конференцию, которая называлась «Современные тенденции управления и цифровой экономики от регионального развития, глобальному экономическому росту». Зарубежный российский опыт блокчейна, оцифровка центральными банками, финансовыми и технологическими компаниями. Так, на основании анализа пилотных проектов регуляторов, игроков финансового рынка и технологических компаний, связанных с использованием технологии блокчейн для платежей, можно сделать вывод, что большинство тестов начиналось с платформ, которые изначально создавались для частного использования во взаиморасчетах с использованием цифровых технологий, в частности это Ethereum. Но в дальнейшем регуляторы перешли на изучение корпоративных платформ. И данная тенденция объясняется тем, что корпоративные платформы изначально разрабатывались под конкретные задачи финансовых организаций и с учетом нормативных требований различных юрисдикций в области платежей, требований по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма и процедуру внедрения KYC. И в ходе анализа были определены основные направления деятельности российских компаний, связанных с использованием технологии блокчейн. Одним из проектов, основанных на механизмах технологии блокчейн, стал проект Банка России по осуществлению трансграничных переводов. В первом полугодии 2018 года инновационная лаборатория Банка России Новосибирск провела исследования по тестированию возможности трансграничных расчетов с использованием платформы Ripple. Технология системы предполагала, что участники расчетов имеют специальные счета, открытые в национальных платежных системах и адреса в сети Ripple. Отражение операций в национальных платежных системах могло производиться как после каждого перевода, так и в конце торгового дня или через определенные промежутки времени. По результатам исследования был сделан вывод, что платформу Ripple можно рассматривать как основу для начала работ по созданию системы трансграничных расчетов при условии решения следующих организационных, юридических и технических вопросов, таких как использовать для переводов XRP или эквивалентов фиатной валюты. Валюты выпущены каждым участникам национальным банком. Определение механизма сверхиостатков на счетах участников Ripple и национальной платежной системы, использование встроенных криптографических решений в сети Ripple, а также разработка процедуры определения кросс-курса внутренней валюты Ripple XRP при принятии решения об использовании XRP межгосударственных расчетов, введение справочников в корреспонденции между адресами счетов участников сети Ripple и счетами обслуживания ими банков в национальных платежных системах. Следует отметить, что в случае использования эквивалентов фиатной валюты в международных переводах необходимо учитывать следующее – это источники информации о предложениях по покупкам и продажам валют, определение курсов обмена валют, влияние на организацию маркетмейкеров и доступность источника и ликвидность маркетмейкеров для каждой из используемых валют. Подведя итог, мы видим, что Центральный Банк России вовсю исследует и тестирует технологию Ripple с валютой XRP, а глядя на систему быстрых платежей, можно сказать, что вовсю уже используют технологию Ripple и валюту XRP в Российской Федерации. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok